Приветствую, друзья! Звонила моя знакомая и сказала, что мобилизовали её родственника. Как мне быть? Я, говорит, всяко в таком переполошенном, как она сказала, состоянии. Не знаю, как быть, что делать и так далее, какое решение принимать. Я ей говорю, ну, надо, конечно, сначала успокоиться, потому что с больной головой и ногам покоя нет. А утро вечера мудренее. Ну, так сказано. Народ-то хорошо понимает, что значит мудрое состояние и суетливое состояние. Я поэтому решил записать таким людям ролик. И себе там наметил, что говорить, что переключение в мозге происходит через мгновенное нулевое состояние. Если задержать его во времени, будет нулевое состояние. Состояние, в котором суеты нет. Это безмятежность, пустота в голове, отключение внутреннего диалога, состояние созерцания, такое ощущение пофигизма, глубочайший душевный покой, глубочайшая задумчивость, покой в душе и в голове, чувство невероятного облегчения. Вот это такое состояние, где в нейросетях мозга, между, условно говоря, половинами мозга, нет вектора внутримозговых отношений, кроме как поддержание гомеостаза, константы физиологических отношений, артериального давления крови, частоты сердечных сокращений, температуры и так далее. То есть гомеостаз только работает. А всё остальное выключено, то есть доминант нет. Нулевое состояние. А вот доминанта – это когда к мысли соединяется эмоция. Вот вы представьте себе, вы, например, думаете о чём-то, вспомнили про собаку, и вдруг занервничали, эмоция подключилась к этому образу, и вы так занервничали, что уже у вас и сердце, и давление, и ножки сами начинают как-то дёргаться, и вы уже готовы побежать. Это доминанта. Потому что доминанта – это вектор внутримозговых отношений, она отключает всё постороннее, все раздражители, и реакции там происходят только внутри этой доминанты. А внутри этой доминанты эти реакции происходят со скоростью невероятной. Со скоростью передачи импульсов. Это сверхпроводимость там. Так вот вопрос заключается в том, что управляет вами ваша доминанта. То есть мысли, сопряжённые с эмоциями. А для того, чтобы сменить эту доминанту из негативного состояния в позитивное, надо выйти на состояние ноль. Потому что нулевое состояние – это то, что я сейчас рассказывал. Это состояние, когда покой в душе и в голове, чувство облегчения, глубочайшая задумчивость, ощущение пофигизма, отключение внутреннего диалога, вот этой мешанины мысли, состояние созерцания, безмятежность. Проще говоря, когда в голове суеты нет. Поэтому, поскольку это состояние всегда с нами, всегда с нами, многие ищут это состояние, на самом деле оно всегда с нами, это состояние часто возникает спонтанно, естественно, скоротечно, между сном и бодрствованием. Поэтому, если вы сейчас хотите успокоиться, вы, пожалуйста, сядьте свободно, да, и вспоминайте состояние между сном и бодрствованием. Это состояние как бы тримоты, полусна, такое приятное состояние, когда вы готовы заснуть. Это такое приятное состояние, которое бывает, и когда вы проснулись, например, мысли текут, как облака, но ничего внутри не задевают. А потом вы вдруг вспомнили, что надо куда-то идти, на работу или экзамен, и включились в обычное состояние бодрствования. А в этом состоянии мысли могут течь, а эмоций нет. И поэтому потом и мысли пропадают. Это такое приятное состояние, если вы сейчас его будете вспоминать, вот это состояние между сном и бодрствованием, состояние, или когда вы просыпаетесь, лежите там на кровати и думаете о чём-то, и мысли плывут, как облака, ничего внутри не задевая. А вот смотрите, что такое эмоции. Эмоции – это энергия. И когда мысль, то есть информация, сопрягается с энергией, происходит реализация. То есть по существу, если вы сопровождаете мысли эмоциями, то есть придаёте мыслям какое-то значение, то есть отношение, а мысли на самом деле – это просто течение информации, а эмоции – это оценки. А вообще-то эмоции – это энергия напряжения, это пики напряжения. Поэтому если вы, например, проснулись утром, после сна лежите, мысли тихут, как облака, и в это время вы создали напряжение, чисто механическое, вот так потянулись, то мысль, которая возникла, например, что весь день пройдёт хорошо, а здесь создалась доминанта, потому что мысли сопряглись с эмоцией. А эмоции – это напряжение. То есть вы сопрягли мысли с напряжением и, получилось, создали доминанту. Вектор внутри мозговых отношений. Значит, так день и пройдёт. А если вы утром проснулись, потянулись и подумали, что день пройдёт плохо, то так и пройдёт плохо день, потому что вы создали себе доминанту. Я думаю, вы меня поняли. И вот представьте себе, одна дама, очень много лет назад, она врач. Она знакомая, моя врач. И она обратилась ко мне, что у неё тревоги и паники. Но я ей сказал, сдвиг по фазе. Что это значит? Вот есть гомеостаз. Гомеостаз. Гомеостаз – это выработанный миллионами лет эволюции механизм автоматической адаптации к изменяющимся условиям. А сдвиг по фазе – это вот когда вот константы гомеостаза, ну, это физиологические пределы артериального давления крови, частоты сердечных сокращений, температуры и так далее, сдвинулись. То есть теперь она перенесла панику. Я поэтому сказал, сдвиг по фазе. То есть теперь она, как только подумает о том, что это может опять произойти, а произошло это потому, что она там сильно перенервничала, какое-то время не спала, и у неё давление подскочило. И она в этот момент как раз-таки подумала, что это такое, вдруг будет повторяться, и поэтому произошёл сдвиг, доминанту создала на пике напряжения. И потом каждый раз, как только подумает о том, что может что-то случиться, у неё сразу раз – и паничное состояние, страх, тревоги и так далее. И сердечко бьётся, и здесь комок горли, и ножки там какие-то, и ручки холодеют, и она не знает, как быть. Так вот я ей тогда показал, как войти в нейтральное, в свободное состояние сознания, в это нулевое состояние. Она туда вошла, потому что я ей рассказал вот эти признаки. Безмятежность, нет суеты в голове. Она в этот момент раскачивала, сидела, и вспоминала между сном и бодрствованием, как она засыпает в своей кровати, укрывшись тёплым одеялом, засыпает, вот засыпает, и на этом фоне представила, что всё будет хорошо, потому что когда она представляла себе, что она между сном и бодрствованием, она выходила моментами на нулевое состояние, и тогда мысль, которую она себе создала, что всё будет хорошо, становилась доминантой. Да, и у неё всё стало на место, и путь нормальный стал, и давление стало нормальное, да, кожа перестала мокнуть постоянно, там это потение, и там прочая десятая температура восстановилась. И вы представляете себе, вот я вам наговорил вот столько слов, а вы из этих слов сделайте себе выводы, а выводы сделайте такие, которые вам помогут, раскачиваясь так, как вам нравится, вспоминая себя между сном и бодрствованием, вспоминая состояние пофигизма, созерцания, когда нет мыслей в голове, постепенно вы придёте к этому нулевому состоянию, и там представите себе, что всё будет хорошо. Да, во-первых, потому что всё время плохо не бывает, всё время будет ощущение глубинного душевного покоя. Покоя. Сделайте так несколько раз в день, по пять минут или по десять минут, можете это вспоминать, состояние, как вы засыпаете, и делая шалтай-болтай, и делая лыжника, и делая плавательные движения, и делая различные колебательные движения, или сидя, или даже лёжа, можете ручкой вот так вот делать, и вспоминать, что всё будет хорошо. Да. И вы знаете, у вас укрепится нервная система, и любые проблемы, стрессовые, вы будете преодолевать гораздо увереннее. До встречи, друзья! Спасибо. Спасибо. Спасибо.